Свалка на Ленина 27 уже в ближайшее время станет историей. Жители близлежащих домов больше не будут выбрасывать мусор в старые дырявые контейнеры, из которых отходы вываливались прямо на дорогу. Сколько я отхожу, здесь всегда вот эта свалка не убирается, что ли здесь никто не вывозит. Морально и технически устаревшую мусорную площадку снесут. Вместо нее поблизости уже установили новые контейнеры заглубленного типа для раздельного сбора отходов. Было достаточно сложно привязать эту площадку в связи с высокой плотностью застройки, с большим наличием коммуникации, но эта площадка здесь ожидаема всеми людьми данного микрорайона. Почему? Потому что вот та картина, которую мы наблюдаем, она, конечно, не соответствует никаким правилам благоустройства. Всего в 2015 году в Заречном были оборудованы две контейнерные площадки для раздельного сбора отходов на Ленина 27 и Озерской 16. И несмотря на то, что они начали работать совсем недавно, местные жители уже оценили их плюсы. Я и раньше сортировал стекло, стекло, пластик там, пластику, все устраивать. Всего в Заречном установлено 112 контейнеров заглубленного типа. Всеми горожане активно пользуются. Их практичность доказал и анализ, который провели специалисты фирмы, занимающиеся установкой контейнеров заглубленного типа. Мы занимаемся контейнерами по всем регионам России. И в сравнении с другими регионами, Санкт-Петербургом или Подмосковьем, могу сказать, что здесь контейнерные площадки на 100% справляются с поставленными задачами, со своими нагрузками. В плане надежности эксплуатации вопросов не возникает, поскольку уже, наверное, порядка пяти лет, как действует программа в этом городе, и за это время выхода в из строя практически нет. По словам Татьяны Пчелинцевой, директора управления природными ресурсами, в городе еще достаточно места, где необходимо решить вопрос со сбором мусора. Но пока все упирается в финансирование. В этом году площадки с контейнерами заглубленного типа устанавливались на деньги городского бюджета, без поддержки региональной казны. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...